правило для мужчин в брачную ночь три правила для мужчин брачную ночь давайте вообще правило для мужчин расскажу раз нас так тут много и мы с вами поговорим про секс так или иначе как не крути каждый мужчина несознательный бессознательный идет сексуальные отношения идет секс идет первую брачную ночь на самом деле чтобы обменяться с партнершей энергии обменяться женой женщины энергии а энергии женщина больше всего выдают когда женщина оргазмирует в большому счету каждый мужчина идет секс это вот я хочу чтоб девочки тоже это поняли он дод в первую очередь для того чтобы вас от имеет да как мы любим говорить мужчина впервые чер genau this их чтобы вы кончали поверьте каждый мужчина бесконечно ходит чтобы женщина канть а он хочет я на сознательном или бессознательном уровне поэтому три правила в первую брачную ночь спасибо что задали такой вопрос я обожаю таких мужчин которые беспокоят за это и которые могут активно и открыто об этом говорить сделать все чтобы ваша женщина получила наслаждение и удовольствие. Внимание, в женском теле 384 эрогенные зоны. Ваша женщина может получить оргазм из всего чего угодно. И поэтому, пожалуйста, сделайте всё, чтобы она кончила. Не знаю, пойдите, почитайте матчасть. Матчасть – это то, где у неё находятся эрогенные зоны. Я сейчас тут не буду вам преподавать урок по сексуальности и урок по физиологии, но так или иначе, да, немного там напомню. У женщины есть клипер, который можно стимулировать языком, губами, пальцами, членом, чем-то ещё, а вы иногда очень часто забываете об этом, да. Это первая базовая, одна из самых близких эрогенных зон. У женщины есть точка U, у женщины есть точка G. И важно не просто пенетрацией заниматься, зашёл, вышел и пошёл дальше. Очень важно найти к женщине подход, потому что, к счастью, ну или к сожалению, я не знаю для кого-то, женщине действительно сложнее пройти в оргазм, ей нужно больше времени, чтобы расслабиться, чтобы насладиться, чем мужчине. У мужчины раз, два, три, четыре, пять начал член вынимать, знаете. И здесь это важно понимать. Но я всегда задаю вам вопрос, вы знаете, сколько длится женский оргазм, а сколько длится мужской оргазм, да. Мужчина кончает раз, два, три, четыре, пять за две секунды, по сути, может за пять, но если быстро считает. Женский оргазм, он длится намного дольше. Поэтому задача не просто заняться сексом, сунул-высунул и пошёл за две минуты. Задача научить, особенно в первую брачную ночь, растянуть этот процесс, сделать всё, чтобы процесс секса самого был длинным, был мощным, был энергетический обмен. У меня есть такой марафон, который называется «Про секс». Мы там очень много говорим про обмен на уровне энергетики во время секса, да. Почему? Потому что вот я уже говорила, что вторая чакра у женщины дающая, так вот у женщины ещё четвёртая чакра дающая, а у мужчины первая чакра дающая, третья чакра дающая, пятая чакра дающая. И важно это научиться делать даже в процессе первой брачной ночи, даже в процессе первой брачной ночи, да. И вот мужчины пишут «Я очень люблю долго». Ну вот опять же, смотрите, здесь важно не долго, чтобы у вас стояло и всё время пенетрацией занимались. Важно чувствовать партнёршу, важно, чтобы у неё мурашки от вас были, важно, чтобы она кончала. Потому что женщина реально за ночь может кончить бесконечное количество раз. Потому что женский оргазм, он действительно длится часами, часами. И это очень круто и очень важно. Поэтому если вы меня спрашиваете какие-то правила, вот мужчина у меня, мужчина, вы право герой, вы мой герой. Где находятся чакры, как их стимулируют? Сейчас отвечу на этот вопрос. Вот мужчина, который меня спрашивает, как быть первой брачной ночи. Ну первое, заведите себе правила, заведите себе правила, чтобы женщина кончала первое. Разработайте техники, технологии, ну не знаю, придите там, почитайте в интернете там какие-то темы, которые касаются секса и сексуальности. Как она может получить оргазм, что нужно делать. Да, можно, например, даже без проникновения там пальцами стимулировать точку G. Языком, это я сейчас учу, знаете, у меня онлайн-курс, как довести женщину до оргазма. Языком стимулировать её клитор, а пальцами стимулировать её точку G. Поверьте, она тогда быстрее кончится, чем от просто пенетрации, понимаете? И с этим очень важно работать, очень важно работать. Поэтому, дорогие мужчины, изучайте там, матчайте. Знаете, у меня, ну на самом деле, можете ко мне на страницу приходить, там посмотреть, у меня есть марафон про секс, мы тоже очень глубоко с этим работаем. Но вот я сейчас про мужчин поговорила, на другой стороне у нас есть женщины. И знаете, какой бы мужчина ни был, сколько бы он вам там не стимулировал языком клитор, если вы не отработаете свои психологические травмы, потому что у женщин бесконечное количество травм, начиная там от того, как мама себя была с точки зрения сексуальности, начиная от того, что мы с вами воспитывались в СССР, где секс был под запретом, начиная с того, что секс у нас всегда связан с грязью, с запретами, со всем остальным, заканчивая тем, что на родовых и кармических слоях женщина всегда была таким, знаете, этим обслуживающим персоналом. И мы никогда не говорили про женский оргазм. Это сейчас мы возвели этот женский оргазм в состояние культа. Но если мы посмотрим на родовые и кармические истории, там всегда секс был просто такой расплатой за то, что дают жизнь. Поэтому здесь с этим очень важно работать, очень важно это понимать. У меня есть расстановочный марафон про секс. Я очень вам рекомендую на него прийти. Мы там работаем с этими глубинными травмами родовых, кармических, родительских историй. Потому что женская, конечно, ответственность — уметь наслаждаться. А не во время того, когда он тебе стимулирует клитор, стимулирует точку G и ещё параллельно, не знаю, там доставляет удовольствие, может быть, в анальном отверстии. А ты там думаешь о том, как бы у тебя борщ не убежал, как бы там ребёнка накормить и прочее, прочее. И здесь действительно ответственность каждой женщины. То есть мужская ответственность позаботится о том, чтобы женщина кончала. Всё познаётся через рот. Ну не только через рот, знаешь, мой дорогой. Всё познаётся через женское влагалище. Я здесь даже не шучу, потому что, ну знаете как, жизнь на эту планету приходит через женщину. Жизнь на эту планету, любая жизнь приходит на эту планету через женщину. Просто женщины на протяжении миллиардов веков забывали о своей ценности и своей значимости, да. По большому счёту, если бы не было женских гениталий, если бы не было женского влагалища, никого бы на свете не было. Каждый из вас пришёл в этот мир через женщину. И очень важно это, понимаете, ценить. Просто миллиарды веков мы так жили, когда мы унижали женщину, когда мы продавали женщину за мешок, что называется, картошки. А на секундочку задумайтесь, откуда вы появились на свет, откуда сам Бог пришёл на свет. И это очень важно, понимаете, это очень важно ценить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!